Приближающаяся прохлада не помеха для покорения волн. В преддверии спортивного фестиваля «Гольфстрим» в Кольском заливе состоялся тренировочный заплыв. За пловцами наблюдала и Екатерина Борзых. Традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим» состоится в этом году, 31 августа. Тысячи северян и гостей региона приедут, чтобы поучаствовать в забеге, посоревноваться в пляжном волейболе или просто понаблюдать за праздником. Одним из ярчайших событий станет, конечно, заплыв через Кольский залив. В этом году мы ждем 5 мастеров спорта, 7 кандидатов мастера спорта. Это ребята приедут сильнейшие пловцы, молодые, из 10 регионов Российской Федерации, которые поборются за главный приз – 100 тысяч рублей. Это хороший приз, это престижно. Чтобы провести состязание, необходима тщательная подготовка, обязательная часть которой – пробный заплыв. Организаторы и участники отрабатывают порядок действий на воде и вне, повторяют правила безопасности. Несколько дней назад тренировку сорвали белухи, приплывшие к берегу. Но на этот раз тренировке ничего не помешало. Соревнования становятся в случаях, если между 4 и 6 опором море покрыто барашками, если ветер больше 12 метров в секунду, или есть морские животные. И последнее, если на месте старта мы не видим места финиша. Если мы это все видим и хоть что-то, тогда соревнования будут отменены. Или запущены по другому кругу. На участие в гонке уже было подано 47 заявок. В пробном заплыве приняли участие 8 спортсменов из Мурманской области, среди которых были и те, кто впервые окунулись в Кольском заливе. Заплыв через Кольский залив у меня первый. До этого у меня был опыт участия в соревнованиях во Владивостоке. И также в соревнованиях в Уфе. Тоже зимнее плавание. В Уфе температура воды была около 1 градуса. Во Владивостоке плюс 6. Это закаливает тело, закаливает дух, характер. Ну а также просто интересный опыт. Утро. Солнца еще не видно, ветер прохладный, а вода всего 10-11 градусов. Но настоящих спортсменов это не пугает. Они заблаговременно настраивают себя. Тренируются в бассейне, зимой окунаются в прорубь, принимают контрастный душ. И все же перед спуском в воду немного волнуются даже чемпионы. Я являюсь двукратным рекордсменом России по юниорам. Дистанции 50 и 100 метров в раз. А также многократный чемпион в России. Ну, мандраж немножко присутствует. Первый раз. На территории дежурит машина скорой помощи. Работают сотрудники МЧС. Они проверяют обстановку на воде, следят за течением и сопровождают спортсменов на всей дистанции, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь. Основная задача спасателя на воде – следить за состоянием пловца, за его движениями, за его направлением движения. И в случае какой-то внештатной ситуации быстро среагировать и поднять пловца на борт и доставить его на берег. Осилить дистанцию свыше тысячи метров – задача не из легких. На финише будет ждать команда поддержки, которая радушно встретит смельчаков. «Авангард» обеспечивает их встречу на той стороне. Будем ставить фураки – это две бочки с горячей водой, где они после нашего залива могут отдохнуть, посидеть. Также будет там располагаться палатка, парилка, ну там, да, теплая такая, ну и горячий чай. А для всех тех, кто хочет посетить праздник, будет действовать бесплатный трансфер. Мы обязательно участвуем в этих мероприятиях, и не только в качестве участников забегов и всего прочего, но и активно участники по подвозу людей на эти мероприятия, по тому, чтобы комфортно участникам было. То есть в автобусах переодеваются, греются, потому что погода совершенно различная бывает. Фестиваль «Гальфстрим» состоится 31 августа, начало в 14.00. Место встречи – Кольский мост. Всех гостей ждет не только спортивная, но и развлекательная программа, а также подарки. В этом году организаторы разыграют полет на воздушном шаре. Субтитры создавал DimaTorzok